Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашим гостем будем говорить о репертуарной политике, достижениях и планах Гомельского театра «Кукол». Присоединяйтесь! Горелик Дмитрий Абрамович, директор Гомельского государственного театра «Кукол». Родился в 1961 году в Гомеле. С 7 лет занимался в кукольных театрах Дворца пионеров и ДК железнодорожников. В 1981 году окончил Гомельский дорожно-строительный техникум. В 1990-м стал выпускником Минского института культуры. С 1979 года руководил любительским эстрадно-театральным ансамблем «Лялька». Коллектив Гомельского государственного театра «Кукол» возглавил в 1992 году. Поставил и оформил более 15 спектаклей. За многолетний добросовестный труд отмечен почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь. Награжден нагрудным знаком Министерства культуры за вклад в культуру Беларуси, а также медалью Франциска Скорины. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского государственного театра «Кукол», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Дмитрий Абрамович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я поздравляю вас с прошедшим совсем недавно профессиональным праздником. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо. За поздравления у нас два, кстати, праздника прошли в одну неделю. Это 21 марта, Международный день кукольника, который отмечается уже в 16 раз, и Международный день театра 27 марта. Дмитрий Абрамович, скажите, пожалуйста, почему именно куклы стали главным делом в вашей жизни? Что так потрясло, удивило вас, заворожило в этом кукольном мире? Вообще, заворожило, наверное, когда я еще сам был воспитанником детского сада, и нам воспитатели показывали кукольное представление. Очень интересно было, как это все оживает, как это все двигается. Это было загадочно и очень интересно. А потом, став чуть постарше, уже будучи школьником, мне было это интересно. Это называется анимация оживления неживого. Ведь кукольный театр – это не обязательно кукла. Это может быть любой предмет, который артист, аниматор оживляет и превращает в какое-то живое существо. Вот это меня заинтересовало. Так заинтересовало, так зацепило, что на всю жизнь, с самого детства. Наверное, да. В мировой детской литературе есть один директор кукольного театра, который известен своей тиранией по отношению к подопечным. А какой вы руководитель? Жесткий? Я так понимаю, что вы имеете в виду Карабаса Барабаса. Ну, для этого надо, чтобы работники твои, актеры, были деревянными. Чтобы поступать с ними так, как Карабаса Барабаса. Да нет, конечно. Это... Я стараюсь находить общий язык со всеми работниками нашего театра и с нашими коллегами. Между прочим, вот кукольники – это такой народ, который очень-очень дружный. И я уверен на 100%, где бы я ни оказался, в любой точке земного шара, любая ситуация сложная может быть. Если я приду в кукольный театр и скажу, что я ваш коллега, мне всегда помогут. И я всегда пройду на любое представление, на которое билеты проданы за полгода до него. Но вы ведь творческий человек. А как удается совмещать это с административной деятельностью, которая такая практичная, рациональная и от творчества бывает часто и далека? Ну, вот, наверное, поэтому и получается. Я умею разделить творческую часть от административно-хозяйственной. Хотя оно переплетается. И я вам хочу сказать, что если спектакль ставлю не я, а я ставлю, ну, довольно редко все-таки, вот, в количественном соотношении спектакля, ставит приглашенный режиссер или ставит режиссер-постановщик наш, я стараюсь не вмешиваться в этот процесс. Конечно, я буду помогать тем, чем смогу, но в творческий процесс стараюсь не вмешиваться, потому что эта работа художника, она индивидуальна. Хотя, безусловно, ответственный за все происходящее в учреждении несет руководитель. Да, конечно. А где вот находится директор театра во время премьеры? В большинстве случаев в зале. В большинстве случаев в зале. И переживаю точно так же, как и постановщики, точно так же, как и актеры. И, как говорят, держишь кулачки, чтобы все получилось, чтобы, ну, остался доволен зритель. Ну, хорошо, когда получается. А если нет, так себя сдерживаете, чтобы не устроить потом разнос труппи? Или такого не бывает? Очень редко. Бывает, что приходится и повысить голос, иногда бывает, что нелицеприятные вещи какие-то говоришь. Ну, это жизнь, и от этого никуда не денешься. Да. А у вас есть любимая кукольная история, такая постановка, которую вы считаете эталонной в этом виде театрального искусства? Если говорить о наших постановках в нашем театре, мне очень нравится своим точным адресом и своей, скажем так, драматургической основой спектакль по пьесе Дюла Урбана, это венгерский сказочник-драматург, приключения Пинга и Понга. У нас многие зрители, наши дети ходят на него по несколько раз, потому что там на самом деле очень захватывающая история, там четко прописаны характеры персонажей, там такое ревю получается, где двое пингвинят маленьких путешествуют практически по всем континентам. Он очень яркий, красочный и понятный. Спасибо. Ну, Гомельскому театру кукол уже более 50 лет, и те, кто видел первые постановки, уже могут своих внуков приводить. Как бы вы охарактеризовали тот период, который сейчас в своем развитии переживает театр? Я не могу сказать, что это ренессанс, но мне кажется, мы сейчас на подъеме. И надеюсь, что пик еще впереди, потому что у нас буквально 8 лет назад появились спектакли для взрослых. У нас один спектакль был немножко раньше, но, к сожалению, его сложно было играть, не имея стационара. А вот с 2007 года, когда после реконструкции открылось здание нашего театра, мы имеем возможность регулярно играть спектакли вечерние и привлекать зрителя. Вы знаете, что вот до того, как мы начали играть вечерние спектакли, наверное, половина жителей города не знали, что в городе вообще есть такой театр, театр кукол. Сегодня уже многие познакомились, но многие еще не знают об этом. Я, извините уж, пользуясь случаем, приглашаю всех и детей, и взрослых. Приходите к нам в театр, мы вам будем очень рады. Билеты раскупаются быстро? Раскупаются на некоторые спектакли, билеты сложно купить. Я знаю, что вот буквально недавно, неделю-полторы назад, у нас был спектакль «Собачье сердце», и было много обращений, что пришли там за день до спектакля, а билетов нет. Но мы их продаем за месяц, пожалуйста, обращайтесь. А те представления, спектакли, которые пользуются наибольшей популярностью и спросом, как новогодние, мы начинаем продавать, скажем, с сентября месяца. Это продается очень хорошо. Какие-то спектакли чуть похуже наполняемых залов, какие-то лучше, но, в общем, пустых залов у нас практически не было. Давайте выслушаем мнение Гомельчана о постановках Гомельского театра «Кукол». Бывали с детьми и неоднократно смотрели представления, ну, разные, там, «Русалочка», «Джимовочка», очень нравится детям, все довольны всегда. Нет, вы знаете, ни разу не была, что время не позволяет ходить, вся в работе. Да, бывало, с детьми ходим регулярно. И сами ходили на постановку «Одвечная песня». Спектакль для взрослых. Для взрослых, да. Я была в кукольном театре, только уже три года, конечно, не была. Мне там очень понравилось. Мы там были шесть раз в классах, еще с мамой я ходила с трех лет. Туда, короче, мне очень там нравится все. А сейчас почему не ходишь? А сейчас у меня времени мало. Я вечером прихожу домой, только уроки там сажусь делать. Потом я ложусь спать, у меня больше времени не хватает. Внуки были, дети были. Я не была. Не дошел ход. А вы знаете, что там есть спектакль для взрослых? Слышала. Для взрослых спектакль. Но не была. Конечно, в кукольном театре очень хорошо. И такие театры должны существовать, и что побольше. У меня вот мальчики, им тоже очень нравятся всякие разные представления. Больше всего нравится детям. Конечно же, мы вспоминаем свое детство, переживаем эти минуты вместе с ними. А на взрослые спектакли не ходите? На взрослые пока нет. Дети вырастут, будем вместе ходить. Я в театры редко когда ходил. Я так в цирк сейчас. Раньше так в кинотеатры ходил, в кино. Но сейчас дорогие билеты, поэтому я редко хожу. А в театры не очень. Я сама уже давно выросла. В мои годы детские мне не довелось там побыть. А ребеночек у меня один, он очень маленький. Бываем очень часто. Стараемся не пропускать никакие представления. Гусенок мы смотрели. Вот сейчас хотим брать на субботу представление. Цыпленок или два цыпленка. Вот еще не видели афишу. В эту субботу будет. Всегда ходим и в прошлом году, и в этом году на новогоднее представление в обязательном порядке. И берем еще и других внуков. Которые постарше не хочешь. Ты ходил в театр, Вова? Тебе нравится в театре? Да. Посмотрите диалог. Мы говорим сегодня о Гомельском театре кукол. И ждем, конечно же, ваших отзывов, уважаемые телезрители. Дмитрий Абрамович, кто основной ваш зритель? Вы как-то определяете для себя аудиторию? Потому что разница очень большая. Придет трехлетний человек, семилетний. И будет ли эта постановка интересна их маме, которая вместе с ними сидит? Исходите из универсальности, чтобы это было интересно для всех? Или здесь есть какая-то четкая возрастная аудитория? У нас есть в театре педагогическая служба. Работают педагоги. И есть очень дифференцированный подход к различным возрастным категориям зрителя, в особенности детской аудитории. Ведь трехлетний ребенок отличается от пятилетнего гораздо больше, чем 20-летний человек от 50-летнего. Маленьким детям нельзя показывать ничего страшного. До трех лет мы не рекомендуем вводить детей в театр. А вот от трех до пяти лет у нас есть такие спектакли, как «Веселый медвежаток», «Гусенок». В основном это спектакли, как сейчас их называют, интерактивные. То есть это спектакль-игра, где идет непосредственное общение персонажей или ведущих с залом. А детям постарше там уже надо явно выраженная интрига. Иначе они не будут это смотреть, им будет это неинтересно. Там наоборот, надо что-то страшное. И таким детям мы показываем. И Марка Богатый, мы показываем Карлика Носа, мы показываем «Красную шапочку». «Привет, Красная шапочка». У нас есть такая пародия на современный мюзикл. И, кстати, «Привет, Красная шапочка» – это такой спектакль, который с удовольствием смотрят и взрослые. Потому что музыка связывает всех. А поскольку сам спектакль еще и пародия на мюзикл, там персонажи поют самые популярные хиты итальянской, французской эстрады. И взрослым это нравится. И потом, мне кажется, что взрослым, приведя ребенка в театр и присутствуя вместе с ним на спектакле, он сам становится ребенком. Сам становится ребенком. Мы вот спрашивали наших зрителей. Я остановлюсь немножко на том, что у нас есть музей в театре. В этом музее собраны театральные куклы, макеты, декорации, какие-то фотографии, наши награды, дипломы. Но есть у нас постоянно действующая одна экспозиция, она называется «Елки нашего детства». И вот у нас стоит елочка, и мы обратились к нашим зрителям с просьбой, если у кого-то есть старые игрушки, принесите их нам, пожалуйста. Потому что, ну, до военных игрушек практически не существовало. И потом в нашем регионе, поскольку сильные велись боевые действия, ничего не осталось. Практически невозможно ничего найти. И люди начали приносить игрушки. И у нас в запасниках еще очень много. Но самое интересное мы выставили. И вот я обратил внимание, что взрослые больше стоят у этой елки и больше смотрят, чем дети. Они говорят, вот мы на одну минутку становимся маленькими детьми. Мы вспоминаем свое детство. Мы вспоминаем эти елки, эти стеклянные игрушки. Потому что дети теперешние, они видят китайские эти игрушки пластиковые. А игрушку, которая сделана с любовью, понимаете... Вот я тоже смотрю на эту елку и вспоминаю свое детство. Что может быть более ценным для нас? Наши воспоминания о том времени, когда мы были юными, счастливыми, беззаботными. Когда были рядом все близкие. Конечно же, это очень ценно. А тому, что в Гомеле идут постановки театра кукол для взрослых, удивляются даже ваши зарубежные коллеги. Вот сегодня существует мнение, что современному зрителю подавать сплошь комедии. А вот вы по этому пути совершенно не пошли. У вас они такие, даже, наверное, очень серьезные, философские, может быть, трагичные спектакли. Вот почему? Ну, у нас есть и комедии. У нас практически нет комедии положений. То есть то, что сегодня называется мелодрамой, или комедией легкой такой очень. У нас идет трагикомедия «Поминальная молитва». У нас идет, по сути дела, это тоже комедия «Собачье сердце», но назвать ее легкой комедией не поворачивается язык. У нас идет комедия «Жанна Ануя. Либориационная фантазия». У нас идет комедия «Антон Павлович и Чехово. Вишневый сад». У нас идет комедия «Мольера Тартюф». Много у нас интересных спектаклей, но мы не стараемся уйти от формы развлекательного театра, как, скажем, и не становиться театром, который имеет в репертуаре только авторские спектакли. Потому что для участия в фестивалях международных, особенно разного уровня, конечно, больше подходят спектакли экспериментальные, то есть авторские. Но мы ориентируемся и на то... Бывают режиссеры, которые поставят спектакль, он хороший спектакль, но этот спектакль он должен сам играть и сам смотреть. Ну, не всегда. Пусть театр, элитарное искусство, но еще не готовы мы к тому, чтобы вот... Все-таки мы ориентируемся на среднестатистического зрителя. Как сложно здесь найти эту срединную линию. Понимаю вас. Спасибо. У нас дожидается телезритель возможности задать свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Хочу сказать огромное спасибо Дмитрию Абрамовичу за ту работу, которую он сделал для того, чтобы этот театр существовал. И хочу поблагодарить его и нашего замечательного драматурга-вателя Ткачева за замечательный спектакль, который мы смотрели вместе с детьми «Не все зайцы-кролики». Я знаю, что спектакль выиграл Гран-при в Казахстане. Вот пусть Дмитрий Абрамович расскажет об этом, потому что это замечательная победа. Спасибо большое. Очень приятно слышать такие отзывы. Наш спектакль на самом деле побывал в прошлом году на трех фестивалях международных. И фестиваль в городе Октабе, который проходил спектакль, наш взял номинацию за лучший спектакль. Это очень приятно, это очень престижно. И самое для нас, скажем, ценно, что жюри этого фестиваля состояло из детей. Там были эксперты, театроведы, которые могли что-то посоветовать, но все решения принимали дети. И когда объявили, что наш спектакль, который мы играли на ужасной площадке, ужасной, потому что она не приспособлена, это малый зал, не очень хорошая площадка, и когда нам объявили, что мы получили главный приз фестиваля, конечно, мы радовались и радуемся до тех пор еще. И в том же 2015 году мы этот спектакль возили на международный фестиваль в гостях у Мойдеса. Он проходил в республике Коми в городе Сыктывкаре. И на этом фестивале наш спектакль был удостоен номинации за лучший актерский ансамбль. Это не первый спектакль по пьесе Василя Ткачева. Это третий спектакль в нашем театре. А в конце прошлого года мы по его инсценировке поставили еще один спектакль «Снежной королевы». Но вот два спектакля, которые побывали, наверное, во многих сторонах мира. Это спектакль «Не все зайцы и кролики» Василя Ткачева и его же спектакль по его пьесе «Чародейный рюкзачок». Тоже поездил по многим международным фестивалям и тоже взял очень много номинаций. 77-68-45. Я напоминаю номер телефона в нашей студии. Мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители. Присоединяйтесь. Дмитрий Абрамович, ну, за историю театра «Кокол» в Гомеле было поставлено более 150 спектаклей. Вот какие из них были самыми популярными у зрителя? Можно ли вообще сделать такой вывод? Знаете, всегда популярна классика. Мы обратили внимание, что на классические спектакли больше идет зритель. И понимаете, есть спектакли, которые по классической пьесе, а название другое у него. И уже люди начинают немножко сомневаться, стоит это эти смотреть или нет. Я приведу в пример спектакль «Сказка. Ложь, да в ней намек». Это две сказки Пушкина. Сказка о рыбаке и рыбке, сказка о папе и работнике его Балде, которые в репертуаре нашего театра с 1976 года, вот уже 40 лет. Списывать мы их не собираемся. Они прошли, скажем так, небольшую реанимацию по части материальной части своей. И новая редакция у нас идет замечательно. И очень хорошо ее смотрит зритель. Спасибо. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела бы поинтересоваться о репертуаре, который подходит детям до 6 лет. Вот у меня ребенку, у девочки у меня 6 лет. И хотела бы уточнить, нужно ли на 6-летнего ребенка покупать билет, чтобы прийти на спектакль. Вы еще не были в театре «Клубка». Спасибо. Спасибо за звонок. Мы рекомендуем приводить детей в театр, начиная от 3 лет. Хотя некоторые дети ходят в 10 месяцев. И есть даже случаи, что высиживают, выдерживают весь спектакль. И даже какая-то реакция есть на происходящее. 6 лет – это возраст, скажем, уже средней возрастной группы, от 5 мы считаем. И здесь масса спектаклей, которые можно посмотреть. Я уже говорил, что это и «Карлик нос», это и «Марка и богатый», это и тот же спектакль «Я цыпленок, ты цыпленок», это «Дюймовочка», это «Чаполина». Ну, вы же знаете, что вы ребенку читаете из литературной основы. Пожалуйста, звоните в нашу кассу, и кассиры наши подскажут вам, порекомендуют на какой возраст, какой рассчитан спектакль. И еще по поводу того, нужно ли брать билет на ребенка 6 лет. Да, детей до 3 лет мы пропускаем с родителями, в том случае, если они не занимают отдельного места. А с 3 лет мы просим покупать билет, потому что, в общем-то, 90% наших спектаклей рассчитаны на детскую аудиторию. А все планы и вопросы, связанные с тем, что мы должны тоже зарабатывать, с нас никто не снимает. Спасибо вам. Сколько стоит билет, Дмитрий Абрамович? Самый дорогой детский билет стоит у нас 50 тысяч рублей, а самый дорогой билет для взрослых стоит 70 тысяч рублей. Спасибо. Далее предлагаю перейти к сюжету. Накануне наши корреспонденты побывали в Гомельском театре «Кукол» и поделились своими впечатлениями. Театр «Кукол» Тем более, что работают здесь настоящие профессионалы, художники и скульпторы. Владимир Никитенко в этом коллективе по стажу работы самый младший. В театре «Кукол» всего второй год. Говорит, что скучать без работы не приходится. Работники театра вообще люди запасливые. Постоянно изготавливают что-то новое, однако из старого ничего не выбрасывают. Восстановление старых спектаклей, ремонт реквизита, декораций. Ну, сейчас спектакли часто идут, так что и новые часто готовим. В швейном цехе тоже могут похвастаться большим количеством костюмов, а еще километрами из расходованного для их пошива материала. При том, что некоторые костюмы – настоящее произведение, созданное с учетом профессиональных художников и самих артистов. Последнее, кстати, сегодня готовит премьеру нового спектакля «Когда я стану облаком». По мотивам пьесы польского писателя Януша Корчика «Король Матиуш Первый». О детях, жизнь которых оборвалась, едва успев начаться. С учетом возраста зрителя и страшных сцен не будет. Однако, если хоть кто-то задумается, уже хорошо. Этот спектакль позиционируется как для подростков, скажем так, 10+. И для них я не считаю, что это сложно, они должны это знать. И потом это обличено в какую-то художественную форму, да, это же не носит какой-то лекционный характер. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Я не считаю, что с детьми надо сюсюкать в искусстве в том числе. Театр – одно из немногих в нашем обществе учреждений, в котором не работают, а служат. Если, говорят, каждый вызов на площадку сродни вызову к школьной доске, а главная мысль – поскорее закончить репетицию, отсюда нужно уходить. Но если остался, выкладывайся на все 100%. Так, чтобы даже классики, завидовали которых, кстати, в театре могут запросто переписать. У каждого режиссера свои особенности допускаются, и отклонения, и какие-то, может быть, свои вставки. Все рождается в процессе. Что-то может сократиться, и, скажем, вот этого первоисточника уже многое может к нему добавиться, многое можно убрать, не ломая, скажем, основную сюжетную линию, а скорее укрупняя. В одной из гримеров Гомельского государственного театра «Кукол» висит шуточное стихотворение, которое начинается такими словами. «Я согласен, и впредь не платите, пусть шатает меня на ходу. Не давайте жилья, не кормите, все равно на работу приду». Юмор артистам явно не чужд, а значит, зрителям с ними скучать не придется. Если 50 лет в театре, ой, я не знаю, наверное, это часть моей жизни. Это нельзя от меня отнять. Нельзя. Я, наверное, буду домовым в театре. Вы смотрите «Диалог». Сегодня у нас в гостях директор Гомельского государственного театра «Кукол» Дмитрий Горелик. Дмитрий Абрамович, слышала о ваших планах по перестройке части театра, чтобы у артистов, у режиссеров было больше возможностей для воплощения своих творческих задумок. Насколько об отдаленной перспективе идет речь? Ну, пока, наверное, все-таки об отдаленной перспективе, потому что мы понимаем, что время сложное, кризис тяжелой экономики, а вложение средств огромных это требует. Я вам хочу сказать, что в республике вообще нет примера, чтобы театр «Кукол» строился специально, вот как театральное здание. Наверное, мы были бы счастливы, если бы с нас это все начиналось, но поскольку все работают в приспособленных зданиях, то и мы стараемся работать в том здании, которое есть. Мы очень благодарны власти города и власти области за то, что в свое время помогли нам провести реконструкцию и переоборудование этого здания. Но есть неудобства, скажем, первое из них – это то, что зал расположен у нас на втором этаже, то есть у нас практически отсутствует и невозможно устроить нижнюю механику сцены, а в театре «Кукол» это необходимо. Нам не нужны поворотные круги, но нам нужны подъемно-опускные площадки, нам нужно все штанкетное хозяйство, как в драматическом театре. Но, к сожалению, устроить это на нашей сцене в полном объеме невозможно, поэтому мы надеемся, что когда-нибудь мы во двор пристроим зал и сцену. Примеры есть. В Минске точно такое же здание, как наш театр, типовое. Передали молодежному театру, и вот в прошлом году закончили его реконструкцию. Замечательный зал, замечательная сцена, да еще и третий этаж у них появился по боковым крыльям. Надеемся, что когда-нибудь это появится у нас. Искренне этого желаю вам и всем нам, конечно же, гомельчанам. У нас есть вопрос на линии. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Гомель. Нам очень нравится «Кукольный театр». Мы с мужем всегда ходим туда, и с ребенком. С мужем очень любим ходить именно на взрослые спектакли. Вот, например, «Поминальную молитву» мы раз в 15 смотрели. Но в марте мы хотели купить билет на «Собачье сердце», билетов уже не было. Скажите, пожалуйста, в какого времени нужно приобретать билеты именно на спектакли для взрослых? И планирует ли «Кукольный театр» наш гомельский новое спектакли поставить именно для взрослой аудитории? Спасибо большое. Спасибо. Мы за месяц-полтора вывешиваем афишу, репертуарный план на предстоящие месяцы. Пожалуйста, следите. Мне очень сложно. Дело в том, что спектакли для взрослых у нас идут в основном один раз в неделю. Это обычно пятница в 19 часов. Пожалуйста, следите. Звоните в кассу. Узнавайте. По-моему, у нас есть возможность бронировать вам по звонку билеты. Сейчас очень много билетов реализуется через интернет, квитки, театральные кассы, интернет-кассы. Поэтому, пожалуйста, звоните в кассу и попросите, чтобы вам определенный спектакль забронировали. По поводу новых спектаклей. Вы знаете, в прошлом году мы три спектакля выпустили, хоть и позиционируем мы их как для семейного просмотра. И они идут там 10-12+, некоторые 16+. Все-таки они больше рассчитаны на подростковую и взрослую категорию зрителя. В этом сезоне мы решили больше внимания уделить все-таки детскому репертуару. И вот сейчас у нас в апреле месяце будет премьера спектакля «Когда я стану облаком» по Янушу Корчику. Я думаю, и взрослым будет очень интересно посмотреть этот спектакль. Тем более, может быть, изучить биографию Януша Корчика, великолепного педагога и врача, который с маленькими детьми на руках отправился в Треблинке в газовую камеру, хотя его немцы предлагали освободить его и отпустить. Он не согласился. Он пошел с детьми на смерть. Я думаю, он будет и взрослым очень интересен, этот спектакль. А еще в текущем сезоне мы надеемся, что у нас будет поставлен спектакль по пьесе белорусской писательницы молодой Алены Мальчевской. И есть договоренность предварительная, что поставят в нашем театре спектакль по произведениям Даниила Хармса. Тоже для детей. И тоже будет интересно взрослым. Я думаю, что любой спектакль интересен взрослым. Потому что, еще раз говорю, придя, казалось бы, на самый, назовем даже так, примитивный спектакль детский, где может идти диалог одной куклы или одного человека со зрителем, взрослый становится ребенком. А то, что дети – самая требовательная категория, и то, что ребенка никогда не обманешь, и если ему не понравится, он ни за какие пряники больше никуда не пойдет, это однозначно. Мы с вами говорили о том, какие спектакли наиболее популярны у зрителя, а какие постановки были признанными у ценителей, у знатоков, у критиков. Вы ведь выезжаете, участвуете активно в фестивальной жизни не только нашей страны. Вот на днях вы вернулись из Тамбова. Расскажите, пожалуйста, как оценивали, и что оценивают наиболее высоко сегодня в этом жанре? Что касается конкретно Тамбова, там проходил тематический международный фестиваль театров кукол, он назывался «Предание старины глубокой». На первом фестивале мы, к сожалению, не были, он был два года назад. А на второй мы попали благодаря тому, что мы в прошлом году обменялись гастролями с Тамбовским театром кукол, и надеемся, что в этом году будет такой обмен. Там показывались спектакли, которые основаны на каких-то легендах, сказках о истории родного края. Мы возили туда спектакль по пьесе Артура Вольцкого «Кабнезмолков-жаворонок». Он очень тепло был встречен и театральной общественностью, и зрителям. Несмотря на то, что спектакль шел на белорусском языке, все все поняли, никаких вопросов не возникало. Я беседовал с педагогами, которые приводили детей на спектакль, все было понятно, и дети вопросов особых не задавали. Серьезное, очень жюри было фестиваля. Председателем жюри был Николай Петрович, заведующий кафедрой театра кукол Санкт-Петербургской академии искусств. Вот, Екатерина Михайловна Образцова, заслуженная артистка России, художественная руководитель театра Образцова, внучка Сергея Владимировича. То есть, какие-то замечания, критические пожелания высказывались, но для того он фестиваль, чтобы послушать театральных критиков. Конечно, но всегда приятно, когда отмечают работу. Мы привезли диплом лауреата фестиваля, сувениры. В общем, я хочу сказать, что он был не хуже других спектаклей представленных. Большинство театров было из России, но был еще один театр из Белоруссии, это Витебский театр «Лялька», и был театр из Сербии, были театры из Казахстана. В общем, на уровне мы показались, а многие из критиков хвалили за национальный колорит. Он очень интересно оформлен, этот спектакль. Это то, что сегодня тоже во всем мире ценится. Вот эта изюминка, действительно что-то связанное с историей, с фольклором, с национальным колоритом, как вы сказали. Ну, вот еще раз говорю, что самая большая проблема – это проблема драматургии. Вот, слава богу, что есть у нас Гомеля Василь Ткачев, который пишет по белорусскому фольклору, по сказкам белорусских, пьесы. Есть еще несколько драматургов, но, в общем, мы испытываем дефицит драматургического материала, потому что, ну, чем ставить что-то неинтересное, лучше не ставить ничего. Если появляется белорусский автор, который интересен нам, вот я уже говорил, что мы будем ставить в этом году спектакль по сказке Олены Мальчевской. Называется он «Шаша с левого чаровика». Уже интересно. Уже интересно, да. Надеемся, что будет понятен и интересен. Дмитрий Абрамович, к сожалению, время в эфире летит так молниеносно. Я искренне желаю вам реализации самых смелых, самых масштабных ваших проектов и задумок. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Директор Гомельского государственного театра «Кукол» Дмитрий Горелик сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»